Еще раз я бы хотел поблагодарить присутствующих в зале и Андрея Будаева за оформление книги и блестящего народного артиста России Виктора Никитина, который блестяще озвучил «Замурованные». Я бы вообще попросил вас обратить внимание на театр, в котором работает Виктор, и попросил бы вас пометить себе обязательном порядке, прийти самим и привести на его моноспектакль Тараса Гульба своих детей. Когда мы читаем Тараса Гульбу сами, когда мы слушаем диски в прекрасном исполнении других актеров, это не производит того впечатления, какое производит на нас, на вас, на наших детей его моноспектакль. Я разрешения не получал, но я думаю, что Виктор не будет возражать, если я вас настоятельно приглашаю, настоятельно приглашаю на его моноспектакль. Это театр на Перовской. Значит, Виктор, скажи адрес. Улица Перовская, дом 75. Виктор, Ольга Ильевна. Телефон 375-01-43. Спектакль Тараса Гульба «Ближайший». Девятнадцатого октября. Девятнадцатого октября. Спасибо. Девятнадцатого октября. Найдите возможность, в первую очередь, ребятишек привезти на этот моноспектакль. Ну а сейчас... Хорошая реакция на Тараса Гульбу. Ну а сейчас я отвечаю на вопросы. И вы знаете, вот один из вопросов меня очень обрадовал. Спрашивает, насколько оправданно вы пользуетесь термином «геноцид». А почему обрадовал? Потому что, если пришла записка, насколько оправданно вы пользуетесь термином «хунта» по отношению к власти, я бы понял, что я время здесь провел зря и не сумел на вас завести. А коль про «хунта» вопросов нету, а вопрос о геноциде, то отвечаю, цитируя 357-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Цитирую статью. Действие, определяющее геноцид. Действие, направленное на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы, как таковой, путем убийства членов этой группы, запятая, причинение тяжкого вреда их здоровью. Вот уже по этой формулировке и по нынешнему состоянию здравоохранения, до чего власть довела, вот эта статья «причинение тяжкого вреда» подпадает под геноцид. Состояние здравоохранения сегодня в России иным другим словом, как геноцид, назвать невозможно. Насильственного воспрепятствия деторождению. А когда сегодня молодая семья не может в мыслях даже получить квартиру, приобрести квартиру. Когда сегодня опять же система детовского уважения поставлена на таком уровне, что девчонки боятся рожать при всем желании, это опять-таки геноцид. Принудительные передачи детей. Я вам назову только две цифры, они официальные. 73 тысячи детей без суда были отобраны у живых родителей в 2009 году органами опеки. Вот прийти к вам в дом и любую вещь, ваши старые тапочки, которыми сейчас пользуется ваша собака треплет их, нельзя без решения суда, а прийти и забрать детей в вашем доме можно. И таких детей в 2009 году отобрано 73 тысячи, в 2010 году 56 тысяч. Органами опеки. Если мы возьмем статистику, там не будет ни одной цыганской семьи, там не будет ни одной чеченской семьи, там удивительная закономерность. Детей отбирают в многодетных семьях русских. Чтобы неповадно было, чтобы русские не рожали. И далее. Или иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Я вам называл цифру. Вот под эту формулировку геноцида создание условий подпадает 80% населения. Те, которые сегодня, согласно официальной статистике, я вам зачитывал, живут в нищете и в бедности. И, кстати, Иван Борисович здесь говорил про тюрьму. Я готов перед любым судом доказывать, что сегодня наши суды используют отточенную форму уничтожения генофонда наций, генофонда русских, через осуждение молодых в колонии в тюрьму. Это ведь немысленно, что происходит. Меня, когда закинули в тюрьму, я в первой хате встретился с мальчишкой. И меня старый зэк уговаривал поговорить с ним, потому что мальчишка хочет суицидоваться, то есть покончит жизнь самоубийством. Из-за чего? Он пришел с армии, со своим другом поддали, может быть, крепко. Друзья, одноклассники, живут в одном доме, в одном дворе всю жизнь. Этот ему накостылял воин и в наказание забрал ему телефон, мобиль. Завтра они утром встретятся друзья всю жизнь. Это на суде все подтверждалось. Так мальчишку кидают в тюрьму под статью «Разбой». Это восемь лет ему по-чистому корячиться. А мальчишка сидит на нарах, не ест, не пьет и говорит, я все равно с собой покончу. В мое мрадане даже в тюрьму никто не попадал. В милицию никто не попадал. Я не хочу позорить родных. Вот такой славянский мальчишка. А когда я первый раз увидел женский этап на тюрьме, то было ощущение пионер лагеря. Этих девчонок вот с такими глазишами ведут этапом. Длиннющими. И они на все смотрят такими первоходками. Только рядом вместо пионервожатых идут конвоиры. И у всех, как правило, 228-я. Это наркотики. Значит, те структуры, о которых покойный Виктор Иванович Илюхин бил в колокола. Это вот эта структура Альфа, групп, где Виктор Иванович требовал расследования их в договоре с колумбийскими наркокартелями. И он, будучи председателем комбината безопасности, атаковывал все ведомства. Проведите расследование, потому что есть факты сговора. Когда они тоннами, десятками тонн, перевозили наркотики, они сегодня царствуют в стране. А вот эти ребятишечки, которых они сажают, вот за этими грамульками, сотнями тысячами шлют в тюрьму. Это генофонд. Это убийство генофонда. И тюрьма сегодня, и вся наша система судебная, это форма уничтожения наций. То, о чем Иван уже говорил. В интернете было, я буду подряд, потому что не удается их чистить, в интернете было сообщение о вашем суде в Петропавловском участке. Что это за суд? Это суд, который запретил мою книгу, признав ее экстремистским, приговор убивающим Россию. И это было давление на суд, потому что книга приговор убивающим Россию фигурировала в деле Ивана. И вот ее за одним числом они торопились признать экстремистским. Чистый сговор. Я в этом решении суда узнал из интернета. Ну, правда, сделал запрос в суд, они мне прислали решение суда. Это вот моя была запрещенная пятая книга. Здесь еще есть вопрос, действительно ли на Украине и Беларуси запрещены ваши книги. Про Украину, к счастью, ничего не знаю. А вот, а в Беларуси, да, решением Брестского суда и решением Минского суда запрещены две книги. Это приговор убивающим Россию, еще раньше, чем в России, и Иго иудейская. Вот, кстати, здесь есть очень любопытный вопрос. Меня спрашивают, действительно ли нарисована книга? Есть картина, посвященная вашей книге? Ну, я сам ошеломлен. Да, заслуженный художник Российской Федерации, Федотов. Правда, у меня этой картины нет. Он мне подарил копию, он этой картины дорожит. И он, это, я не знаю большего случая, и он написал портрет, значит, называется февральская, по-моему, рябина, он написал портрет книги. То есть на столе, рядом с рябиной, лежит книга Иго иудейская. Вот, вот, но пока эту картину пропортура не забудила. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Где она? Ну, книга называется «Черная мантия». К сожалению, ее к этой выставке издательство не смогло сделать. Книга называется «Черная мантия». Книга, конечно, уникальна. Там не моя заслуга. Там в этой книге есть моя книжечка «Покушение», которая входила отдельно. Дело не в этом. В этой книге впервые это подчеркивают авторы предисловий. Авторы предисловий Виктор Иванович Илюхин «Царство небесное», Александр Иванович Гуров, заслуженный юрист России, доктор юридичных наук, и Сергей Николаевич Бабурин, тоже заслуженный юрист, доктор юридичных наук. Вот. Это книга с ваминого процесса, 72 материала заседаний суда. Причем в приложении к этой книге будет аудиодиск. Потому что когда Александр Иванович Гуров читал материал, он сказал, ну это перехлёст. Ну что вы так уж выставляете в суде? Ну так уж перебор. Когда он услышал, что эти материалы абсолютно документальны, он услышал этот диск, вот с этим беспределом. Он только загнул и сказал, господи, что же мы за суд построили? Так этот беспредел, вот он и в материалах, и на этом диске. Это действительно, ну не хватало ни у кого терпения написать 72 прямых репортажа из зала суда. Вот это уникальная книга, она, издательство обещает её, что в ближайшее время появится на прилавках. Так что книга называется «Чёрная мантия. Автономия, а не автономия, а анатомия российского суда». Значит, Владимир Сергеевич, как вы видите разрешение национального опроса в России? Как вы видите разрешение национального опроса в России? Понятно. Здесь ещё есть вопросы, касающиеся особенно последней радиопередачи Татьяны, на Народном радио, где мы с ней жёстко занимаем позицию, до этого у меня была статья, выступили против и встречаем большое сопротивление, жёсткое сопротивление против лозунга «Россия для русских». Почему? Потому что я считаю убеждён, что этот лозунг, он моего любимого государя Александра Третьего, но тогда под словом «русский» имелось в виду большее население России, вот, сегодня он нам подсунут для того, чтобы разорвать Россию по тому же, по тем же правилам, по тем же канонам, что разорвали Советский Союз, по национальным жилам. Я за лозунг «Россия – русскую власть», потому что жизнь показала, жизнь показала, что только русские способны управлять так, что ни одному народу плохо не приходится. потому что русские способны управлять даже ущерб своим интересам. Но когда приходит инородец во власть, он тут же не только на свой народ даже тянет, а он начинает тянуть на свой тейп, на свой клан, вносят даже у себя. Ну, вспомните Хасбулата. Ну, пришел Хасбулата власть. И он тут же появились фальшивые визо, которые ни одной из которых до сих пор не расследованы. Вот что такое дать власть другому народу в России. Они ведь сами об этом мечтают, когда же вы, русские, окрепнете, наконец. Да возьмете его же в свои руки, потому что империя строилась в России. И опять же, когда я был директором издательства, мы выпустили уникальную книгу документов под стягом России. Это документы, первичные документы о вхождении других народов в Россию. Они чего к нам бежали, потому что между собой враждовали так, как диджузы, кланы, тейпы, что они понимали, что они будут убивать друг друга до последнего владельца, и чтобы выжить как-то. Они просили, парите, бейте, но только побезбередите нас. Уходили в Россию и действительно под ланью наших государей выживали. Сегодня каждый народ, не только в России, но и в мире, мечтает о том, чтобы русские, наконец, проснулись и поднялись. Время в цепноте, отвечаю очень быстро. И все равно не успею. Потому что, дайте оценку присутствия на экономическом форме Збигнева, Бжезинского. Америка в очень тяжелом положении. Америка на развале, на грани развала, раскола, очень глобального дефолта и так далее. Но дело не в этом. Америка боится в том, что в ближайшее время Китай вытеснет ее с позиции гегемонов. И они начинают сейчас и заискивать, и искать контакты. А самое страшное, чтобы использовать Россию как буфер. И не дай бог, как вооруженную силу, которая будет добивать себя за американский интерес. По крайней мере, позиции, которые сегодня занимают Медведев и Путин. И не обращайте внимания на эти истерические нотки Путина. Это игра. И, кстати, об этой игре хорошо в интервью рассказывает Асмолов. Помните, когда Путин разыграл с Дерибасской этот спектакль по поводу выплаты заработной платы? Это же было где-то в Ленинградской области. Пикалев. И он открыто рассказывает. Они летели в самолете и договорились, как они это разыграют, этот спектакль. А наш-то народ ведь какой наивный, денег-то так и не получили. А зато Путин-то как вот Дерибаска-то выпарал. И как Райкин тогда говорил, да мне плевать уже на колеса, да, скажите, где ты был с 9 до 11. Вот, все повторяется. Вживую и в страшном сне. Значит, какие практические шаги следует сделать в настоящем для изменения озвученной вами ситуации? И вот здесь еще есть вопрос, очень такой драматичный. Почему вы не говорите о конкретных делах? Но вот мы предлагаем вам конкретное дело. Давайте этой власти, которая будет действительно торжествовать на наших костях, давайте этой власти устроим праздник 20-летию, который они собираются с помпой отмечать, для того, чтобы хорошо провести выборы в президенты. Так давайте мы спортом. Причем тут есть записка, что нам 60-70 лет. А что мы там можем сделать? Да неужели вы не можете выйти вечером и эту черную ленточку повязать на дверях? Неужели вы можете, не можете? Насчет с ним. Вы представляете молодежь, которая прыгает на плечи друг к другу и обвязывает дерево черными ленточками? Пусть менты потом прыгают на плечи друг к другу, чтобы эти ленточки развязать. Или деревья сносить. Но вы поймите, ну неужели этой власти показать фигу, ну неужели вам не доставит удовольствие? Нет, все говорят, но это мало. Надо что-то большее. Тогда я тебе в руки автоматы, и даже руки от страха трясись будут. Если ты даже черную ленточку боишься повязать. Поэтому нет, давайте. Причем мы когда разрабатывали эту акцию, мы использовали прибалтийский опыт. Я сам, не литовец, но будучи в те трагические дни в Литве, я оттуда гнал прямые репортажи, я сам испытал вот это чувство единения, когда идешь по ночному городу, и во всех окнах горели свечки. И каждый понимал, вот там такой же, как я, там такой же, как я, там такой же, как я. И когда эти черные ленточки заполонят все пространство, во радость, во-первых, будет Кремлю, а вот если так перепугались наших ребят в Наярске, а во-вторых, это ведь еще одно самое важное, чтобы было наше единение. Борис Сергеевич, вы верите в пробуждение русского народа? Вот отвечаю вам, как идеолог, человек, который хорошо знает нынешнюю Россию, я не просто уверен, я убежден в пробуждении русского народа. Больше того, чисто русская черта, мне заранее жаль эту власть, потому что поднимите документы Тамбовского восстания. И посмотрите, как поступали тамбовские крестьяне, они не устраивали самосуд. Когда они поймали комиссаршу Сонечку, почему-то любят евреи это имя, Сонечка, они ведь собрали сход нескольких сел, а это несколько тысяч человек, провели суд над ней и присудили ее посадить нахуй. И посадили нахуй. А в наших лесах, при всем их хищническом истреблении власти, которые отдают китайцам, миллион отдали в Сибири на свод, все-таки леса осталось. И колев для этих Сонечек, комиссарш, у нас хватит. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому мне заранее жалко тех, кто окажется на наших кодерах. А время к этому стремительно приближается. И я думаю, что своими книжками, вот у меня здесь тоже вопрос есть такой тяжелый, говорят, вы посмотрите на зал, ведь в основном пожилые люди. Где молодежь? А вы знаете, молодежь и напитывается нашим духом. Манежка откуда появилась? А это ребята, которые напитываются нашим духом. А когда судили однажды пятерых скинхедов на вопрос прокурора или судьи, не помню, а что вы читаете, вы хоть что-то читаете, они сказали, да, мы читаем книгу иудейское. Вот так. Поэтому наши книги зря не пропадают. Ну и у меня традиционное к вам обращение в ответ, опять же, на письмо, а вот что делать нам, у которых уже ни здоровья, ни сил не осталось. Заниматься самым главным сегодня. Вот через эти книги. Вот опять я вас умоляю, но всякий раз проверяю, не получается. Издательство отпускать, готово отпускать вам книги по издательским ценам. Ну разве это проблема? Вы же ничего не потеряете. Вы купите 3-5 книг. Вот такой издательство, как алгоритм, такой издательство, как русская цивилизация, которая сегодня выпускает такие книги, которые мы в свое время за большие деньги, четвертый экземпляр через эту бледную копирку выкупали и читали. Сегодня они издаются, лежат здесь на стеллажах. Да купить 2-3 книжечки. Ну все понимают нынешнее состояние друг друга. Вам же все равно за них вернут деньги. Ну и рассылайте их знакомым, друзьям. Ведь там, в регионах, нет книг. Власть сегодня блокирует рассылку книг. И вот взять на себя этот труд. Ну если не по силам вам послать эти 2-3 книжки, ну хотя бы рекламку посылать, ну напишите, Федя, прочитай обязательно то-то, то-то, то-то. Будешь умнее и смелее. Это и есть то, что закладывают в нас укрепление русской воли, национального русского духа. Основы нашей грядущей победы. Спасибо.